Почему в стране самых красивых женщин выпускаются самые страшные легковушки? Так они же еще и подорожают. Ожидается, что с 1 сентября автомобили Lada могут подорожать в среднем на 3%. Об этом судачат в дилерских центрах и всерьез готовятся переписывать ценники. С начала года автозавод уже трижды поднимал цены. В последний раз они выросли с 1 августа в среднем на 4%. При этом российские продажи автоваза продолжают падать. В январе и июле, по данным ассоциаций европейского бизнеса, они снизились на 27%. Но марка чувствует себя лучше рынка, который сократился на 35,3%. Ну и бог с ними со страшными машинами. Красивых женщин что ли нет? Долг за тепло продолжает расти. По состоянию на 1 августа 2015 года суммарная задолженность потребителей за тепло перед поставщиками составила 8 миллиардов рублей. Более половины накопленного долга приходится на недобросовестные управляющие компании и прочие организации-посредники в сфере ЖКХ. Они собирают деньги с потребителей и удерживают средства в своем пользовании в течение длительного времени. Это создает серьезную угрозу возникновения коммунальных аварий в осенне-зимний период. В списке крупнейших должников числятся управляющие компании ВАСКО, всеми любимый ЖКС, МУП ЖИЛИЧНОЕ ЭКСЛУЖБА из Сызрани, Самарский коммунальник, Альтернатива, ПЖРП номер 11, Департамент ЖКХ Тольятти. И что же, интересно, все компании прошли сертификацию. Египет готов перейти к рублевым расчетам с туроператорами из России. Пока в Египте никто не знает, как будут реализованы эти соглашения. Хотя рубли и ранее принимали к оплате целый ряд магазинов и сувенирных лавок. Но то была частная инициатива их хозяев, а курс рубля при оплате они устанавливали через кросс-курс к доллару, к которому добавляли проценты на проведение обменных операций. В итоге покупка на рубли в Египте никогда выгодной для туристов не была. Однако теперь шанс это изменить действительно появился. Планируется ввести прямой курс фунт-рубль. Так что сейчас все зависит от воли двух центробанков. Российский фондовый рынок открылся ростом индекс ММВБ на отметке 1676 пунктов. Среди лидеров роста Мечел, Русал, Дикси и Распадская. Аутсайдеры, Полюс Золото, Акрон, Полиметалл, Уралкалий и ВСМПО Ависма. К открытию торгов в России сложился позитивный внешний фон. Рынок Соединенных Штатов завершил середину неделю в Палюсе. При этом американским индексам удалось показать максимальный рост с 2011 года. Нефтяные котировки восстанавливают позиции на фоне позитивной отчетности, зафиксировавшей существенное сокращение запасов сырья в США. Курс доллара на 28 августа 67,44 рубля. Курс евро 76,33 рубля. Золото стоит 2447 рубля за грамм. Серебро стоит 30,94 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 44,83 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.